МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационно-аналитическую программу. Время говорить. Итоги недели. Главная тема сегодняшнего выпуска. Вины нет, а выговор остался. Бывший проректор РГУ пытается восстановить справедливость. Вода идет. Жители Борок готовятся к возможному наводнению во время поводка. Заборы сред лесов. Почему до сих пор Ликановская роща находится в заточении? Огонь Сочи 2014 ждут в Рязани. Олимпийский факел, возможно, будут проносить и по нашему городу. Что могли бы увидеть сейчас атлеты на Олимпийских улицах областного центра? А теперь обо всем подробнее. Проблема недели обозначилась посредством российской санитарной службы. На днях. Ведомство забраковало треть вагонов поезда Москва-Душанбе. Санитарно-техническое состояние не соответствует даже минимальным требованиям, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Но что уж там скрывать, не это главная причина того, что поезд, говоря народным языком, тормознули. Состав давно уже почти официально позиционируется как наркотранзит. Кроме того, на этом поезде в Россию прямиком едут нелегалы. Понятно, что официально заявить об этом чиновники не могут. Политес, международные отношения, национальная политика и так далее. Но когда наркотики килограммами ежедневно приходят в Россию, здесь уже не до политеса. На этой неделе мы записали мнение весьма сведущего человека по поводу злополучного поезда и всех отсюда вытекающих, точнее, выезжающих, рассказывает Оксана Тебенихина. Москва-Душанбе, наверное, это самый популярный железнодорожный рейс в России. На днях начальник Роспотребнадзора Геннадий Онищенко вместе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным проехались в поезде Душанбе-Москва и выяснили, что в некоторых вагонах, в том числе в вагоне-ресторане, царит полная антисанитария. Это, конечно, не единственная причина проверки национальной достопримечательности. В ходе этой операции из скрытых полостей вагонов было изъято около 4 килограмм героина, а также небольшое количество марихуаны. Также был задержан один проводник, который находился в состоянии наркотического опьянения. И в настоящее время проводятся мероприятия о том, что проверяется информация, что это он везет героина, либо нет. Кстати, живые контейнеры вовсе не легенда. Можно даже сказать, что для наркополицейских это обычное дело. В людях тоже перевозят, значит, внутриполосным способом, или так называемые глотатели. Но эти люди, они, как правило, стараются лететь самолетом, потому что время нахождения в желудочно-кишечном тракте наркотических средств, оно довольно-таки ограничено. Неоднократно были случаи, в том числе на территории Рязанской области, когда контейнеры вскрывались и уже трупы снимали с транспортных средств. Это и с автобусов, и с поездов. Поезд «Душан-Б.Москва» давно стал железнодорожной легендой. Он считается надежным каналом поступления в Россию наркотиков и нелегальных мигрантов. Его не любят депутаты и сотрудники госнаркоконтроля, но любят таможенники и пограничники, как неиссякаемый источник благодати. Его запрещали, вновь пускали и вновь запрещали. В этот раз обошлось закрытием пяти вагонов. На этой неделе корреспонденты нашей программы выяснили некоторые обстоятельства драматической истории, которой этим летом будет уже два года. В конце июня 2011-го в рязанских новостных изданиях прошло сообщение о падении студента РГУ с третьего этажа общежития на Касимовском шоссе. Тогда сообщалось, что третий курсник, естественно, географического факультета попросту вышел на, так сказать, несуществующий балкон. Журналисты писали, что во время ремонта строители срезали балкон, а дверь изнутри оказалась не заблокирована. Вот и получился шаг в пустоту. Студент попал в реанимацию с многочисленными травмами. Как говорится, дело прошлое, однако не так давно появились обстоятельства, которые должны существенно повлиять на ситуацию вокруг, казалось бы, полузабытой истории, рассказывает Глеб Галушкин. В июне 2011 года произошло ЧП в одном из общежитий РГУ. В результате падения с третьего этажа получил тяжелые травмы студент ВУЗа. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое, казалось бы, должно было расставить точки над И. Тогда в эпицентре скандала оказался проректор ВУЗа по хозяйственно-административной части Константин Дагаргулия. Получилось так, что с приходом новой администрации в университет я был назначен виноватым, а уже необходимо было мне найти вину. А вот чтобы найти вину, были у нас и остаются работы, к сожалению, в университете люди, которые приспособленцы, иначе назвать их нельзя, которые любят угодить руководству. И один из таких людей был назначен представителем комиссии по расследованию случившегося. Это бывший проректор по учебной работе, а не проректор по аккредитации и аттестации, Страхов Василий Виславович. Вот он проявил рвение, чтобы угодить ректору и свести счеты со мной. И комиссия построила свою работу таким образом, что я оказался виноватым. И по представлению комиссии мне был объявлен выговор. Теперь, когда следствие вынесло свое заключение, логично сделать вывод. Выговор, полученный проректором, был незаслуженным. Вот цитата из следственного документа. «Совокупность собранных по делу доказательств указывает на то, что падение с высоты студента и причиненный вред его здоровью причинно-следственно не связаны с халатными действиями должностного лица вуза, а произошли вследствие случайного стечения обстоятельств по его собственной вине». Конец цитаты. До сих пор те события по-разному интерпретируются участниками. Вот мнение Константина Дагаргулия. «К моему счастью и вообще к счастью, следственное управление бесприсрастно проводило следствие. Я очень благодарен. Там молодые ребята проводили следствие. Они почему-то часто менялись. И следственным управлением следственного комитета Паризанской области было установлено, что студент действительно получил тяжкие телесные повреждения не по вине Дагаргулия Константина Индиковича, а по совсем другой причине. И есть соответствующие постановления по этому поводу». Справедливости ради надо заметить, что следствие не снимает дисциплинарной ответственности с должностного лица, а только напрямую не связывает случившиеся с его действиями. Принимать решение об обоснованности привлечения к дисциплинарной ответственности уполномочены другие органы, например, трудовая инспекция. Как не понять человека, много лет отдавшего работе в университете и стремящегося восстановить справедливость? Добавим, в октябре минувшего года Константин Дагаргулия ушел с должности проректора РГУ по собственному желанию. Дисциплинарное взыскание было погажено в соответствии с действующим трудовым законодательством. Дорожные проблемы недели обсуждались на двух пресс-конференциях ГИБДД и при отчете Минбезопасности по проведению в жизнь поручений губернатора. Некоторые вопросы получили полные ответы, а вот по поводу того, почему в Рязани нет альтернативы платной дороге в Соколовке, ничего существенного, начальники сказать пока не сумели. Изучал проблему Глеб Галушкин. На этой неделе с рязанскими журналистами встретился исполняющий обязанности начальника областного ГИБДД Михаил Ясаков. Он сообщил, что и дальше будет продолжена практика установок камер видеофиксации дорожных нарушений. Не оставил начальника управления без внимания и тему пьянства за рулем. По его словам, число аварий, совершенных нетрезвыми водителями, сократилось почти на четверть. Прокомментировал Михаил Ясаков и ситуацию с платным путепроводом между поселками Соколовка и Дашково-Песочне. Также на этой неделе по дорожным проблемам и выполнению соответствующих поручений губернатора Олега Ковалева общался с журналистами исполняющий обязанности министра региональной безопасности и контроля Владимир Цыпков. На встрече он затронул вопрос с парковками в центре Рязани. По его словам, наводить порядок необходимо, начиная из чиновников муниципалитета. Также Владимир Цыпков пообещал рязанцам, что отныне к дорожным организациям за некачественный ремонт будут применяться жесткие меры вплоть до уголовного преследования. На все эти вопросы Владимир Цыпков отвечал уверенно. Однако тон чиновника поменялся, когда, как и на пресс-конференции у начальника ГИБДД, журналисты вновь стали интересоваться бесплатным альтернативным объездом платного путепровода возле Соколовки. Как гражданин города Рязани я слышал, опять средства массовой информации, что всегда должна быть альтернативная дорога. Но если вот такой вопрос поставлен, я думаю, что мы, наверное, он уже стоит перед соответствующими органами. Мы готовы подключиться, проверить и посмотреть, почему такого нет. Потому что действительно вопрос, вот его, по-моему, месяц назад запустили платный этот путепровод, а дороги нет. Я думаю, что надо разобраться и буквально в ближайшее время. Итак, пока компетентные органы подключатся к решению ситуации вокруг платного путепровода, простые автомобилисты будут вынуждены платить или пользоваться объездом через загруженные городские улицы. Как говорится, другой альтернативы нет. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить» далее в нашем эфире. Вода идет. Жители Борок готовятся к возможному наводнению во время паводка. Заборы средь лесов. Почему до сих пор Аликановская роща находится в заточении? Огонь Сочи 2014 ждут в Рязани. Олимпийский факел, возможно, будут проносить и по нашему городу, что могли бы увидеть сейчас атлеты на Олимпийских улицах областного центра. Заборы среди лесов. Заборы среди лесов. Сами я в садик я буду играть, с этой девчонкой за одной партой сидеть. Ну а с этой в институте познакомлюсь. Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий семьи, на образование детей или пенсию мамы. Пенсионный фонд России. Спасибо. Хорошо, что ты родился. Продолжаем программу. В эфире вводный репортаж Элеонора Миянковой, снятый на этой неделе в Борках. Паводок вносит свое разнообразие в жизнь барковчан. Во дворы, а то и в дома приходят непрошенные гости и речка. Вещи, что по ценнее переправляют на чердаки. Народ укрепляет полы, сколачивает настилы, проверяет лодки. Вдруг пригодятся. Семь лет назад этот дом хотели снести. Но случился пожар, после него дом отремонтировали, а жильцы так и остались здесь, в восьмом районе поселка Борки. С единственной разницей. После сноса соседних домов образовался вот этот прудик, который в период половодия становится громадным озером. И зимой, и летом они живут в воде. И только весной начинают опасаться за свою жизнь всерьез. В прошлом году не обошлось без помощи МЧС. Как все пойдет в этом, покажет время. Но самые страшные годы они не забудут никогда. Все как в кино, только по-настоящему. Ой, ты как по-настоящему в 1994 году был. Знаете, как настоящий? По форточку. Мы уже в дверь не входили. Эти неприятные воспоминания возвращаются каждую весну. В этом году половодия задержалась, но подготовку к нему жители верят давно. Мы уже первый этаж. У нас вещи собирают, поднимают, повыше все ставят. А как быть-то? Если вода войдет, то уже там некогда будет что-то делать. Валентина Степановна живет в этом доме 30 лет. Говорит, уже который год ее двери открыты для соседей с первого этажа. Ведь именно они страдают от половодия первыми. Самый низин у нас. Все дороги вот идут сюда. Вся вода идет сюда. Больше всего они боятся, что затопит первый этаж. Готовы мириться с постоянной грязью у дома, плохой дорогой и пылью от проезжающих машин. В общем, совсем, лишь бы эта лодка в этом году не пригодилась. Там еще у соседа лодка, тогда в две лодки будем, если что, ездить за хлебом. Однако, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. С появлением водной магистрали у предприимчивых местных появился и новый бизнес. То эти были лодочники, а потом мальчишки приноровились. Там им давали то по рублю, а теперь уж не будешь по десятке будут спрашивать. На этой неделе прошел так называемый праздник первого кирпича на рязанском предприятии «Срой керамика». Событие не рядовое, особенно с учетом того, что происходило на предприятии долгое время. Но, вроде бы, ситуация разрешилась. Народ получил работу, конвейер запущен. Не без гордости снимал этот материал Глеб Галушкин. Во многом, благодаря участию нашей программы, люди сохранили рабочие места. Далее подробности. После почти годового простоя рабочие «Строй керамики» наконец-то запустили печь и начали производство кирпича. Первая партия, по словам заводчан, выпущена уже на этой неделе. Все-таки добились работы своей. Как вы видите, у меня за спиной работает туннельная печь. Все активно. Обжигается кирпич. Люди рады, довольны. И просто стоит вопрос, зачем надо было все это разрушать. Долгое время, в течение года, если конкретнее, завод не работал. А сейчас он заработал. И во вторник был выпущен первая партия кирпича. Вот этот кирпич. Вот, пожалуйста, первая партия кирпича выпущена и уже вновь. Теперь руководство предприятия обещает развивать производство и набирать трудовой коллектив вновь. Фактически сейчас будет расширяться производство. Будут набираться новые люди. Будут создаваться трудовые места. Потому что строительная керамика является образующим поселковым предприятием. Здесь уже сложились достаточно крепкие семейные традиции. Ни одно поколение на этом предприятии работало. И, в общем-то, мы, как руководство предприятием, будем развивать его в дальнейшем. Напомним, что противостояние вокруг стройки керамики длилось почти год. Заводчане отстаивали свои права на труд исключительно в правовом поле. Все это время наша телекомпания освещала события вокруг предприятия. Спасибо вам большое, что в эфир, чтобы народ видел, знал наших депутатов. Знал, кто действительно борется за что-то, за работу, за жизнь. Спасибо вам, конечно, большое, что вы снимали нас, как говорится, и давали понять людям. Сейчас настроения у заводчан стройки керамики приподняты. Они собираются наводить порядок не только в своих когда-то заброшенных цехах, но и в самом поселке Керамзавод. В выходные будет убран мусор в детском парке возле проходной завода. Таким образом, стройки керамика возвращает себе статус поселка образующего производства. С грязью и мусором рязанцы порой вынуждены волей-неволей мириться. И дело не в субботниках, а в том, что если горожанам он словно кость в горле, то коммунальщикам, судя по всему, мусор во дворах отнюдь не помеха. Продолжает программа репортаж Илеонора Миянковой. Жечь нельзя, а выносить некуда. С такой проблемой по ликвидации мусора столкнулись сразу четыре улицы города в Советском районе. Гражданская, Совхозная, Электрозаводская и улица 8 марта. Причем проблема общая, истории разные. Ну как в наше время не организовать обыкновенный вывоз мусора? Неужели же это так сложно-то? Тем более люди платить согласны. С декабря прошлого года самую весеннюю улицу нашего города, улицу 8 марта, оставили без вывоза отходов. Спецавтобаза отказалась это делать якобы за неуплату, а новую неизвестную компанию жильцы видели один раз. И то не в работе, а на общем собрании. Теперь приходят платежки, мы смотрим в своих платежках, там же пишут, какие службы, каким мы платим. Вывоз мусора, ООО, Рязань-сервис. Я лично звоню в этот Рязань-сервис, мне там говорят, нет, мы у вас ничего не вывозим и вас не обслуживаем, потому что у нас не заключены с вами договора. Наладить с ними работу у жильцов не вышло. Говорят, им много обещают, но ничего не делают. Люди некоторые ко мне приходят, говорят, а мы платим деньги, чего мусор-то не вывозят? Я говорю, ну платите, платите, если вы такие богатые. Куда ушли заплаченные деньги, жильцам неизвестно. Но зато они точно знают, мусор никуда не делся. Как и здесь, на улице Гражданской, столкновение интересов не дает жильцам и ЖЭУ решить этот вопрос. Мы предложили им заключить договора на вывоз мусора. На что 19-я ЖЭУ сказала, что им это не выгодно, только один вывоз мусора. Никто с нами договора заключать не стал. Так выглядит куча после уборки, которая все-таки состоялась. Легко представить, что творил здесь при первых солнечных лучах, когда растаявший снежок открыл всю эту красоту. Приехала машина, да, 19-я ЖЭУ, сняли вверх безобразие. Повесили объявление, что свалка мусора запрещена. Никакие договора, ни какое-то представление нового места вывоза мусора нам не предоставили. А это единственные контейнеры в округе, откуда централизованно вывозят мусор. Поэтому сразу с четырех улиц люди приносят сюда свои отходы. Каждый день и даже под покровом ночи. А чтобы куча уменьшалась побыстрее, ее регулярно поджигают. И самый настоящий пионерский костер наводит ужас на всю округу. И до чего же надо было довести людей, чтобы главной мечтой для них стала пара контейнеров для мусора и вывоз отходов хотя бы раз в неделю. Так что правильно говорил профессор Преображенский в знаменитом произведении Булгакова «Собачье сердце». Разруха не в клозетах, разруха в головах. А еще есть повод жителям задуматься, почему в других странах нас, русских, считают весьма далекой от чистоплотности нации. А если спрос тут исключительно живу, так и спросить надо, а не швырять мусор во дворы друг к другу. Продолжаем программу. На днях появилась информация, что в этом октябре факел Сочинской Олимпиады пронесут и по Рязанским улицам. Об этом сообщило интернет-издание Витсбоку. Разумеется, мы сразу отправили съемочную группу в Московский округ, на улицу имени супруги и соратницы Ильича Надежды Константиновны Крупской, где, как уверяет портал, и проляжет путь Олимпийского огня. Волнительно ведь. Как бы не ударить нам, рязанским лицом, в свою же грязь. Оксана Тебенихина рассказывает о том, что увидел бы благородный и нарядный факелоносец на улице Крупской сегодня. Уже ни для кого не секрет, что маршрут Олимпийского огня пролегает и через Рязанскую область. Дорога на Сочи лежит через Рязань. Это символично. В одном из местных интернет-изданий появилась информация о том, что Олимпийский факел пронесут через улицу Крупской. Наша съемочная группа не стала дожидаться октябрьской эстафеты и отправилась в Московский район с целью оценить ситуацию. А то как бы не опростоволосится перед Олимпийским эскортом. Первое, что бросается в глаза, это жуткие ямы. Они настолько глубокие, что тут не только ездить страшно, но и ходить. Так что, если бы факел несли сейчас, то это смог бы сделать только чемпион побегу с препятствиями. Вторая проблема – визуальный, извините, бардак. Мусорные баки вдоль дороги, помойка у тротуара, размазанная грязь, припаркованные, где попалом машины. Сюрреалистического вида детская площадка. Да и публика такова, что не оставит равнодушным ни одного столичного перфекциониста, да и просто обычного человека. Ты на свою рожку посмотри. Нет, ты не тыкай. Ты не тыкай. Вы, вы, вы посмотрите, вы посмотрите, какие вы алкаши. Факел Олимпиады будет в пути 123 дня. 14 тысяч факелоносцев пронесут огонь через 2900 городов России. И тут уж никак нельзя опозориться. Хотя, наверняка, дорогу подлатают, дабы бегуны не споткнулись. Мусор уберут, а пьянчук разгонит наряд полиции. Так что видимость красивой жизни будет нам обеспечена. По крайней мере, пока не развеется почти незаметный дымок от уносящегося вдаль Олимпийского огня. А как все будет после этого, догадайтесь сами. На этой неделе, по просьбе зрителей, мы выясняли обстоятельства появления глухого забора вокруг Аликановской рощи. Глаз на этот участок предприимчивые люди положили давно. Но, как мы уже сообщали, по закону это место общего доступа. А потому всякое ограждение здесь нонсенс. Аликановская роща между деревнями Дубровича и Аликанова огорожена забором почти два года назад. Тогда местные жители сообщали, что хозяева участка вроде бы собираются построить здесь базу отдыха. Однако, никакого сельского схода по этому поводу не было. Разрешения на строительство у людей никто не спрашивал. Да, и по официальным документам, эта земля – сельхозназначение. Кстати, по лесному кодексу доступ в любую рощу, по грибы да по ягоды, должен быть совершенно открыт для всех граждан. Ну, упираются владельцы, и они купили сельхозугодья за грошовые деньги. А на самом деле они купили лес. А каждое дерево стоит 20 тысяч рублей. Давайте умножим. Заплатите вот эти денежки. И тогда владеете. А так очень ловко, значит, покупать, значит, под видом земли, покупать лес. И кого мы пытаемся обмануть? Сами себя. И, в принципе, все люди, которые все это подписывали, фамилии их известны. И дело времени для того, чтобы их наказать. Получить комментарий в отношении рощи мы решили у главы дубровического сельского поселения. Однако застать чиновников не получилось. Здание сельской администрации оказалось закрыто. А местные жители отзываются о новых владельцах земли так. Ну, обидно, господи. Это ведь, например, земля-то она божья. А уж ее все под свои эти забирают, под свои руки. Все-таки надо совесть иметь. И уж куда не надо, не надо лезть-то. Аликановская роща – это еще и археологический памятник Рязанщины. Начиная с 19 века ученые исторические комиссии регулярно производили здесь раскопки. Найденные экспонаты хранятся не только в рязанских музеях, но и в Москве. Однако рядом с рощицей сейчас ведется разработка песчаного карьера. По словам экологов, уже уничтожен древний культурный слой. На ферму по добыче песка, по имеющимся данным, заведено уголовное дело. Впрочем, почему-то кажется, что никаких серьезных мер к нарушителям приниматься не будет. И земснаряд, как только сойдет лед, вновь примется за свою разрушительную работу. Также на этой неделе студенты рязанских вузов устроили пикет против возобновления свалки опасных отходов возле очистных сооружений бывшего завода «Химволокно». По словам активистов, выйти с плакатами в руках их заставила опасность загрязнения атмосферы, воды и почвы. На сегодня все. Хороших вам выходных и до встречи в понедельник вечером. Как всегда, в программе «Время говорить». Субтитры подогнал «Симон» А у вас есть такая же, только белая? А пенсию тоже вы мне в конверте приносить будете? Зарплата в конверте мне не подходит. Только с белой зарплаты формируется ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд России. Хороший директор. Без пенсии не оставит. Редактор субтитров А.Семкин